А попасть в команду по фитнес-бикини мечтают многие девушки. Еще бы! В случае победы спортсменке гарантирован крупный денежный приз и восхищенная армия поклонников. Сам процесс соревнований больше похож на конкурс красоты и в Иркутской области уже есть своя чемпионка. К ней на первое занятие и отправилась наш корреспондент, чтобы снять новую серию традиционной рубрики «Лаборатория спорта». Вот так выглядит современный бодс-билдинг. Точнее, его женская дисциплина фитнес-бикини. Официальное направление зарегистрировали в 2010-м. И с тех пор по всему миру проводятся десятки конкурсов, турниров и чемпионатов по отличной физической форме. Иркутянка Светлана Сапунова побывала на многих. Она абсолютная многократная чемпионка Сибирского федерального округа и России по фитнес-бикини. При этом без звездной болезни. Готова уделить время для занятий с новичком. Посмотрю, как быстро восстанавливаетесь, в какой пульс подберем упражнения и уже на будущие тренировки. На тренировку мне, похоже, надо было брать не блокнот, а медицинскую карту. Дело даже не в ограничениях. Оказывается, в этой спортивной дисциплине можно исправить некоторые проблемы с мышцами и даже костями. Недостатки и потенциал будущего спортсмена опытный инструктор по лечебной физкультуре может определить визуально и тактильно. А заодно подобрать соответствующий тренажер для работы. Ох-ох-ох, силенок-то нет вообще. Плавно-плавно-плавно, без рывков. Плавность, дыхание, положение рук, ног и головы – каждый элемент упражнения имеет значение. Ведь в фитнес-бикини главное – не нарастить внушительный рельеф, а привести мышцы и кожу в приятный для тела и взгляда тонус. Мне пока хвастать нечем, поэтому обтягивающая одежда подождет месяцок-другой. А вот следующий тренажер – нет, работаем без передышек. Хват вот такой за верхние рычаги, не за нижние, а за верхние. Вдох на выдохе, тянем плавно-плавно-плавно, свели лопатки, пауза. Старайтесь плечи не поднимать. Поднять фитнес-бикини на самый высокий уровень у его поклонников пока не получается. В 2000 году Международная федерация бодибилдеров получила членство в Олимпийском комитете. Но сам спорт в перечень игр пока так и не внесли. В надежде на это по всем континентам проводят свои чемпионаты. Один из самых известных престижных – Арнольд Классик. Да-да, имени того самого Железного Арни. Его автограф на дипломе победителя теперь есть у Светланы. Она блеснула на подиуме в Барселоне буквально месяц назад. Сейчас готовится к новой высоте. Пытаюсь стать чемпионкой мира, осталось совсем чуть-чуть. Я надеюсь, что я в ближайшие недели стану чемпионкой мира. Ну, как сказать, мы можем добиться всего, нет ничего невозможного. В этом на собственном опыте убедилась Екатерина Лопатина. Девушка построила свою фигуру за шесть месяцев. Занятия фитнес-бикини стали для нее настоящей находкой после других видов спорта и изнурительных диет. Вообще занималась до этого спортом, ну, с переменным успехом, скажем. Поправлялась, худела, но никак не могла прийти к какому-то определенному стабильному весу. Шесть месяцев. Я считаю, что только большой шажок я сделала в направлении к своему телу, к телу своей мечты. Поэтому дальше идем. Ходить по подиуму на соревнованиях, кстати, не так уж и просто. Позы можно принимать только определенные. Их набор строго ограничен. Мне показалось, что это самая сложная часть спортивной дисциплины. Хотя, кто знает, может дело в кроссовках, принести туфли на каблуках я даже не подумала. То, что у Светланы получается, естественно, для меня, наверное, обернется годами репетиций. Месяцы могут уйти на подготовку к соревнованиям. Нужно выбрать образ. Макияж, стих, купальник, украшения. Они тоже оцениваются жюри. Все, что выходит за рамки правил, например, слишком высокий каблук или агрессивный цинический грим, может отрицательно сказаться на оценке спортсмена. Во всем нужна гармония. Завоевать хорошую форму тоже цель. Под грамотным руководством можно получить красивый и сильный мышечный корсет. Он может спасти от травм и заболеваний. Такой бодибилдинг мне нравится. А за наградами пусть ездят профессионалы. Я буду за них болеть. Для серьезных занятий бодибилдингом требуется большая сила воли и очень много времени. Ни того, ни другого у меня недостаточно. Но после сегодняшнего занятия я пришла к выводу, с тренажерами стоит подружиться. Лада Робакова, Италий Перетолчин. Новости по будням.